Буквально вчера мы с вами оценивали преимущество бижутерии, то есть украшений из недорогих материалов, обычно с недрагоценными камнями. А сегодня у нас для сравнения в студии ювелир Илья Устюжанин. Илья, самое доброе утро. Доброе утро. Ювелир, хватай ювелира. Ювелир, но без ювелирных украшений, к сожалению. Мы сегодня обсудим, у нас тематика ювелирные украшения, а Илья у нас делает это все дело вручную, под заказ. Серьезно вручную? Да, только ручная работа. Без каких-либо... Очень редко. А как? Я не представляю. Берете кусок металла, текаете все лишнее. Это очень просто? Ну вообще, это все просто. Но только посвящать этому времени. А вы где-то учились на ювелирах? У вас есть образование? Нет. Нет? Нет, да, я самоучка. Но в основном на прошлых работах отец меня вкладывал в начале. Династия ювелирная, может быть. Может быть, в будущем. А ваши дети, как вы считаете? Не знаю, не знаю. Заставлять не буду. Давайте поговорим о том, что же вы все-таки делаете. Кольца, серьги, подвески. Золото. Все что угодно. Золото, серебро, бриллианты, платина. Отлично. А где вы закупаете материал? Банки. Банки, да. Камни в магазинах. А как камни, бриллианты, алмазы, сапфиры, рубины, что-то. Вот то, что мы сейчас видим на экране, это безумно красиво. Это все ваше хруб дело? Да, но я бы не сказал, что это безумно красиво. Фотка неудачна. Вы же достаточно самограничны. Ну ладно, не скромнички, мы оцениваем не качество фотографии, а качество все-таки ювелирного изделия. Да, да. Действительно очень красиво, я бы с удовольствием. Это вот серебро, я так понимаю, да? Серебро, да. А для плавки металла что-то вы используете? Как вы это делаете? Ну да, у меня полно оборудования. Ну как оборудование, всяких штук, которыми я это что-то делаю. Плавлю, да. Плавлю, выливаю в пластины, жгуну. Откуда берете вдохновение? Или к вам нужно приходить с четкой идеей, что я хочу вот такое, такое и такое? Ну в основном мы вместе с заказчиком решаем, да. То есть он приносит какую-то идею, ну или хотя бы что-то вообще. И тогда мы уже развиваем, рисуемся. А сами вот это просто по вдохновению вы не... Делаю, да, делаю. В основном я на праздники делаю такие вещи. То есть на Новый год. Близится Новый год, собственно. Близится Новый год, Катя, подумай, что бы тебе хотелось получить. Вообще нет пока. Точнее есть, я думал сделать что-то с слоновой костью. А год лошади же подкова. С слоновой кость, день лошади. С слоновой костью, лошади совершенно одинаковые вещи. Подкова, да я стараюсь делать, чтобы необычная. Да, подкову можно любить в любом ювелирном магазине. Какая-нибудь оригинальная подкова по-ярославски. Кстати, вы Ярославец? Да, вы Ярославец. Да, Ярославец. А как давно вы начали заниматься ювелирным искусством? Лет 10 назад. А с чего вообще, почему, как у вас получилось так, что вот вам захотелось это делать? У меня отец хотел при этом. Но у него не вышло по зрению, и он начал в меня вкладывать знания всякие. Вот эти откуда-то уходил, узнавал, книжки, инструменты собирал. Да, и все так пошло. А потом я, ну, в основном я научился все-таки на первой работе, на своей. Кстати, а это ваша основная работа? Вы этим зарабатываете на жизни или это ваше хобби? Нет, это много времени занимает. То есть нельзя делать это вот качественно, если ты не вкладываешь в это время? А сколько занимает времени производство, ну, например, там, стандартной подвески? Стандартной? Хорошо, я понимаю, что к вашим произведениям стандартной не подходит. Пару обручальных колец можно за один сделать. Обручальные кольца достаточно простое, что-то такое. Я думаю, что Илья не делает гладкие, обычные классические, да? Нет, бывает, бывает, всякое бывает. Илья. Ну, не часто, да. Вопрос такой, вот, знаю, что у каждого ювелира есть свое клеймо. Я правильно говорю? Да, да. Клеймо у вас есть? И то есть на каждом изделии, которое вы изготавливаете, вы его ставите, чтобы можно было потом узнать? Да, да. А вы повторяете свои работы? Вы, говорите, делаете на заказ. Нет, ну, я себе даже... Бывает такое, что что-то кому-то понравилось, кто-то где-то увидел там у подружки, я скажу, приду, сделайте мне такое же. Сделайте. Ну, да, все равно будет другой. Ну, видно будет разница. Да? То есть один в один не получится? Ну, если я буду специально делать, я сделаю. Ну, все равно... Вообще вы это не практикуете, у вас уникальные украшения. Да, да, но я и стараюсь всех убеждать, чтобы делали разные вещи. Илья, вопрос такой. В сознании обыденного, скажем так, человека ювелир равно примерно банкир. Может быть. Да. Илья, подскажите, за сколько грамотный профессиональный ювелир может дней заработать свой первый миллион долларов? За сколько дней? За сколько дней. За сколько дней декабря я смогу заработать свой первый миллион долларов, если я вдруг стану профессиональным ювелиром? Действительно. Ну, во-первых, тут надо освоить будет просто профессию. Так что вдруг ты не станешь. Не успею. Ну, можно продать какую-то идею, допустим, нарисовать что-то и продать ее. Хорошо, тогда самый провокационный вопрос. Вы уже заработали миллион? Нет, я не тороплюсь пока. Все в спокойном режиме. Ну, смотри, за 10 лет миллиона долларов еще нет. Так что за несколько дней декабря... Не кидаемся в ювелирное дело, ведем доброе утро, самое доброе утро на Первом Ярославском. Что ж, Илья, и, наверное, такой еще вопрос. В выставках участвуете в ювелирных украшениях? Ну, когда время есть, участвую, да. И то не всегда. На уровне Ярославля, Москвы, Европы, мира. Да какая Москва? Нет, в Ярославле и то не всегда время бывает. Вот на последнее не успел ничего сделать. Точнее, идеи были, но сделать не успел. Работа все съела, да? Ну что ж. Ясно. Спасибо вам, Илья, большое, что пришли к нам. Жалко, что не удалось потрогать, посмотреть то, что вы делаете. Возвращайтесь к нам с вашими работами. Ну, хоть бы на себе бы как-нибудь какую-нибудь там принесли бы. Колбу в стеклянную герметичную здесь и не трогаем руками. Золотая пыль тоже денег стоит. Все уже носят. Ну, а мы продолжаем самое доброе утро. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...